Есть заемные средства, например, заемные средства из бюджета. Вы их занимаете и никогда не возвращаете. Дальше есть возможность получить подарок. Очень трудный способ, мне пока не ведомый. Есть инвестиции, но на самом деле в сухом остатке этих способов только два. Это либо бизнес, либо карьера. Давайте с брака начнем. Например, у девушки дневной столб ею, иньское дерево на петухе. Может ли она встретить кого-то, кто в ее мире относительно богат? Как узнать, когда она встретит, когда эта власть проявится в небе столпу удачи? Вы, допустим, у вас в 10 лет может прийти эта столпа удачи. Это не значит, что он будет богат. Это не значит, что в этом столпе за него вы идете замуж. В этом столпе вы встретите кого-то, кто уже богат или со временем будет богат. В доме супруга должна быть ци власти или ресурса. Лучше, если это ведущая ци, вторичная тоже может быть. Идеальная жена содержит какие компоненты? Содержит чиновника, содержит ресурсы. Правильно? То есть какая-нибудь структура карты ресурсов, структура карты чиновника. Хотим ли мы структуру самовыражения? Не очень. Мы не хотим в картах женщин никаких структур самовыражения. В этом смысле, если ты Билл Гейт, очевидно, у тебя есть мозги. Если у тебя есть мозги, ты, очевидно, определенный типаж девушек, ну как-то к ним не толерантен. Согласна? Поэтому, если там хорошего качества ресурсы, хорошего качества чиновник, если у нее элемент власти в земной ветви, ну есть по вторичной ци власть. Деньги означают обычно, особенно если они полезные, что после формализации отношений финансовое положение улучшится. Да. То есть, допустим, бухгалтер вышла замуж за начальника отдела, финансовое положение улучшилось, но это не то же самое. То есть, потому что, если ты вышла замуж за богатого, тебе не нужно работать больше никогда. Это заемное средство. Есть такая тема, как деньги дельфинов, акул и рыб. Как мы вообще их смотрим? Мы смотрим небесные стволы года, месяца и часа, и когда по отношению к ним приходят деньги. Это как бы метод смещающегося дворца. Если в году Ген, например, и приходят Джа и Йи, это деньги рыб. Если в месяце Джи, и приходят Гуй и Рен, это деньги акул. Если в часе Йи, допустим, и приходит какая-то земля, это деньги дельфинов. Кто такие дельфины? Они опасны, мстительны, одалживают на условиях отбирания. Если ты не отдашь в долг, например, берешь деньги на развитие бизнеса, они все у тебя забираются, не отдашь в долг. Или может возникнуть условие, когда нужно уходить из бизнеса с потерями. То есть, почему они называются дельфины? Вы знаете, как дельфины играют рыбешкой? Они его подбрасывают, поиграл и съел на самом деле. Они не заинтересованы. Вы могли строить всю жизнь этот бизнес, вы как-то болеете душой, пофиг. Поигрался, отобрал бизнес, продал. Или еще что-то с этим сделал. То есть, они не заинтересованы в выживании этого всего. Кто такое деньги акул? Деньги акул, они хотят что-то с этим бизнесом сделать. Акулы, то есть, они становятся частью бизнеса, хотят взамен акции. Нужно понимать, что рано или поздно акула полностью заберет этот бизнес. Акулам важно показать цифры капитализации на бумаге, чтобы руководствоваться этими цифрами через 3-5 лет продать. То есть, бизнес строится на продажу, чтобы это красиво выглядело на бумаге. То есть, если бы вы его строили для себя, на 25 лет, вы делали бы иначе. Но поскольку вы делаете на продажу, вы делаете это как делаете. Какое деньги рыб? Это лучшие деньги. Это деньги всяких лохов. Как то родственников, дяди, друзей, коллег. Они обычно не отдают под процент, не требуют доли компании. Компании.